Многочлены как кольцо. Значит, что же значит как кольцо? Это значит, что мы сейчас будем смотреть какие-то операции непосредственно многочленами и к чему они будут приводить. Ну вот, например, если я взял два многочлена А0 плюс А1Х плюс так далее плюс АНХВН и помножил на многочлен Б0 плюс Б1Х плюс так далее плюс БКХК, то, раскрывая все скобки, мы убедимся в том, что начинается он с А0Б0, потом там куча всякой бяки, а в конце идет АНБКХВН плюс катой. Из этого хочется сделать вывод. Давайте я напишу голубеньким. Хочется сделать вывод о том, что степень произведения равна степени F плюс степени G. То есть степень произведения F и G, а степень это старший член. Ну вот N входящая в старший член. В какую степень возводится старший ненулевой слагаемый. И что хочется вот это вот написать. Однако, верно это только в том случае будет, верно это, тогда и только тогда, когда АН на БК не равно нулю. Итак, смотрите, вот у меня старший член АНХВН, это означает, что АН в нашем кольце не равен нулю. Этот БКХК, ты знаешь, БК тоже не равен нулю. Но, как мы уже видели, это не гарантирует для произвольных колец, это не гарантирует, что произведение не равно нулю. Произведение иногда бывает равно нулю. Ну, пожалуйста, пример. Пример очень неприятный. В Z по 6Z. Точнее, в Z по 6Z от X. В кольце многочленов с коэффициентами в остатках по модулю 6. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5. Умножаем многочлен 2X минус 1 на многочлен 3X плюс 2. 2 прекрасных линейных многочлена, да? Никому не мешали, жили-были. 1 степень 1, другой степень 1. 2 не равно нулю, 3 не равно нулю. Однако, чему это равно? 6X квадрат минус 3X плюс 4X плюс X минус 2. То есть это равно X минус 2. Степень упала. Z6 это 0. И, соответственно, у меня получилось вот такое вот замечательное тождество. Точнее, ужасное, кошмарное тождество. Вот в этом кольце. Кольце многочленов с коэффициентами Z по 6Z. Произдение двухлинейных равно линейными. Значит, заодно, заодно, заодно. Смотрите, мы разложили на множители. Это тоже против всяких канонов. Разложили на множители линейный многочлен со старшим коэффициентом равным 1. X минус 2. Вот. Все, что мы дальше будем делать серьезного, будет разрушаться от таких примеров. Поэтому нам бы хотелось каких-то достаточных условий, при которых все-таки DGF умножить на DGG всегда равно DGFG. Так вот, это всегда верно где? Помните, где нет делителей нуля? Плюс, естественно, что сумма степеней равна степени произведения всегда верна вот в таких вот кольцах. То есть, если многочлены рассматриваются с коэффициентами где-то, где нет делителей нуля, например, в вычетах по модулю P или в любом другом поле. То есть, если коэффициенты взяты из поля, то в поле никогда не бывает, что два числа неравных нулю в произведении дают ноль. И, соответственно, у нас... Ну, кстати, почему в поле... Давайте маленькая врезка. Все-таки иногда мы какие-то формальные вещи должны проверять. Почему в поле нет делителей нуля? А именно на этом утверждение и базируется, зиждется, вывод о степенях, что произведение многочленов имеет степень равную сумме двух степеней. Потому что если а и b не равны нулю, но а, b равно нулю, то смотрите, что получается. а в минус первой на ноль – это же тоже ноль. А с другой стороны, это а в минус первой, раз ноль – это ноль, значит, это а в минус первой на а, b, ноль – это а, b. Ну, а в минус первой – это тот самый, который убивает а, нейтрализует. Да, в поле любой элемент необратим отлично от нуля. Любой элемент обратим отлично от нуля. Ну, а тогда это 1 умножить на b, то есть b. Ну, вот и противоречие. Противоречие. Вот она, выкладка, которая показывает, что ни в каком поле не бывает делителей нуля. Если а, b равно нулю, и а не равно нулю, то b равно нулю согласно вот этой выкладке. Вот. Значит, наша привычная, ну, как бы, если кто изучал многочлены когда-то раньше, то привычный факт о том, что произведение, что у многочлена равного произведения двух многочленов в степени равна сумме двух многочленов исходных, он верен всегда, когда мы рассматриваем многочлены с коэффициентами в поле. В частности, в системах-остатках по модулю p это всегда верно. Так, идем дальше. Еще примеры интересные такие, как бы, примеры, ну, прежде чем их приводить, давайте ведем понятие делимость, да. Делимость в k от x, где k это любое кольцо, будь то кольцо вычетов, или целые числа, и кольца, которые мы еще будем изучать, делимость в кольце многочленов определяется стандартным образом. Стандартно. Многочлен f от x делится на g от x в том и только в том случае, когда существует h от x, такое, что f от x равно g от x умножить на h от x, где умножение, естественно, ну вот по той вот сложной формуле. Нужно все коэффициенты друг с другом там по группам разбить. То есть, если можно представить f как произведение двух вот таких многочленов. Ну и в результате аномалия вот эта наша дает, что x минус 2 делится на 2x минус 1. В частности, в частности, x минус 2 делится на 2x минус 1 в z по 6z от x. А что чрезвычайно неприятно? Что неприятно? Неприятно. Нам бы хотелось... Нам бы... Нам бы... Нам бы хотелось... Чтобы многочлен меньшей степени никогда не делился бы на многочлен больший. Ну и понятно, что это в многочленах красным, а в z по pz от x, да и в любом p... Ой, p от x. Значит... Прошу прощения, тут квадратные везде. В любом p от x, где p это какое-то поле, поле, r, q, там что угодно. Вот. Такого не будет. Такого и не будет. Ну почему? Ну потому что... Что значит многочлен меньшей степени делится на многочлен больший? f делится на g, отсюда f равно g, а отсюда уже следует, что степень f равна сумме степеней g и h. Каждый из них не отрицательна. И ясно, что, соответственно, делимость возможна только в случае, когда dgf больше или равно dg. Вот и все. То есть вот этих неприятных аномалий, которые возникли в кольцах остатков по модулям непростых чисел, их не будет в кольцах остатков по модулю p. То есть в многочленных, во множествах многочленных, в кольцах многочленов с коэффициентами в z по pz таких аномалий никогда не будет. И будут выполнены все эти замечательные свойства, которые мы всегда знаем. Мы потом их просуммируем. Все свойства, которые нам будут нужны, мы просуммируем, а пока мы перейдем к продолжению изучения аномалий. Именно аномалий, связанных с тем, что коэффициенты берутся не из полей.